друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим кекс четыре четверти это французский рецепт получается кекс очень вкусный если вы не знаете что приготовить к чаю то этот рецепт точно пригодится почему кекс называется четыре четверти в первую очередь потому что понадобится четыре основных ингредиента это яйца сливочное масло сахар и мука нужно взвесить яйца в скорлупе и вес яиц должен быть идентичным весу других трех ингредиентов то есть я взвесила у меня яйца зависели 230 грамм поэтому сливочного масла тоже понадобится 230 грамм 230 грамм сахара и 230 грамм муки то есть готовить этот кекс можно без весов если вы знаете вес одного яйца дополнительно понадобится 10 грамм разрыхлителя это 2 чайные ложки щепотка соли и ваниль вместо ванили можно взять ванильный сахар или цедру лимона это уже по вкусу девочное масло нужно достать заранее из холодильника чтобы она была очень мягким если вы пользуетесь маргарином то растопите маргарин и немного его остудить и масло смешиваем с сахаром и вот так прямо перетираем с помощью силиконовой лопатки я делаю эти кексы без миксера и теперь по одному выбиваем яйца и вмешиваем сахарно-масляную массу вот вмешали одно яйцо и добавляем следующее друзья пока я перемешиваю не забудьте подписаться на мой канал у меня много рецептов выпечки видео выходят регулярно во вторник и пятницу заходите смотрите подписывайтесь все яйца я вмешала и теперь добавляю сюда совсем забыла щепотку соли здесь у меня одна столовая ложечка экстракта ванили 2 чайные ложки разрыхлителя и добавляю сразу всю муку 230 грамм это два неполных стакана и еще раз все тщательно перемешиваю обратите внимание на консистенцию теста тесто получается такое как бы кремовая и тягучая не жидкая подготавливаем форму размер моей формы 30 на 11 сантиметров смазываем ее сливочным маслом и немного присыпаем мукой лишнюю муку стряхиваем и перекладываем тесто в форму и отправляем запекаться кекс в духовку разогретую до 180 градусов на 40 45 минут кекс у меня запекался ровно 45 минут если у вас в духовке подгорает то по краям можно его закрыть фольгой а серединку оставить открытой готовность проверяем деревянные шпажкой на выходе она должна быть сухая даем кексу немного остыть и затем перекладываем на решетку друзья получается очень очень вкусный рецепт отличный обязательно приготовьте и попробуйте тесто очень очень нежная мягкая посмотрите всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк пишите мне ваши отзывы и комментарии желаю вам всего самого доброго до новых встреч с вами была виктория